То, что он учился в Америке, совершенно означает, что он лучше, чем тот, кто учился в Казму. Отсутствие критики в любом, в политике, в экономике, в семейной жизни, в образовании, в чем угодно, это путь к сагнации. Просто когда люди перестают выражать свое мнение, пусть оно ошибочное, пусть оно надуманное, пусть на него повлияли какие-то источники, люди или организации, когда начинается такая вот самоцензура, и когда человек, может, у него есть мнение, и он говорит, наверное, я его сейчас не буду озвучивать, то на следующий день у него не будет мнения. И это просто будет отсутствие развития. Первое, чем меня пугали, то, что, конечно, ты не найдешь работу, потому что, ну, работу-то найти у нас невозможно. При этом я нашел работу, наверное, за полгода возвращения, и здесь еще думал о нескольких вариантах. То есть, если я, я правда, хотел работать, я хотел найти работу, и ее можем найти. Я поступил в СДУ, поступил на специальность, не самую мне, наверное, любимую, экономику, по причине ограничений ЕНТ. Я просто выбрал тот предмет, который у меня был шанс ждать. Сдать не очень плохо, и вместо информатики, на которую нужно было бы сдавать физику тяжелую, я пошел путем на меньшего сопротивления, сдал географию, пошел на экономиста. И там учился только полгода, и потом получил стипендию Балашак, где, конечно, никаких ограничений нет, и я просто подал на ту специальность, которую хотел больше всего, на информатику. Многие те, кто едут по тому же Балашаку учиться, едут только учиться. И это хорошо, это их основная цель и задача, это то, зачем они вообще все это делают. Но это большое упущение, потому что они могут узнать намного больше, могут познакомиться с людьми, могут познакомиться с этим сообществом, которое там живет. К сожалению, многие, кто едут в разные страны по Балашаку, оказываются в одном месте, в одном университете, в одном общежитии, в одной квартире, и у них там свой маленький Казахстан. Они празднуют очень мило, очень правильно, очень здорово, казахстанские праздники. И это здорово, я не говорю о том, что забудьте свои корни и не разговаривайте на казахском языке, я говорю о том, что делайте не только это. И многие такие студенты ограничивают себя вот так вот, может, не специально, они не говорят, вот я не буду там ни с кем общаться. Но так получается. И в итоге они так вот живут в своем маленьком Казахстане, учатся где-то там за рубежом, и все. А потом, когда у них спрашивают что-то не связанное с учебой, там, что-то про эту страну. Почему? Мне интересно, почему в Канаде вот так вот люди живут и им нравится? Почему там так получилось, что инвалиды спокойно передвигаются по всей стране? Почему там так получилось, что средняя зарплата несколько раз выше, чем у нас? Ну, почему? Просто причины. Об этом мне не расскажут в университете, не расскажут в моем маленьком Казахстане. Об этом, наверное, я так и не узнал, но я попытался. Мне просто я постарался чуть больше общаться с местными жителями, с аборигенами, так сказать. Развитие политической системы основано на конкуренции точно так же, как развитие экономической системы основано на конкуренции. Вспомните сотовую связь у нас в Казахстане, когда у нас было практически вот это дуаполе, когда был кейссылки и мобайл, и больше ничего не было. Вспомните цены, качество, развитие, скорость развития, какие-то введения новых сервисов. Не очень. Потом стали появляться российские операторы, началась конкуренция, они стали бороться за пользователей, и пошло очень резкое развитие. Я верю, что такая конкуренция, здоровый, свободный рынок, он применим к большей части вещей в нашей жизни, в том числе и к политике. И если 10 человек борются за какой-то пост, а не один, то, возможно, качество из этого выйдет больше. Я не уверен, но я смотрю на статистику просто развития человечества, и, как правило, такие системы дают больше качества. Они дают больше потрясений, больше, не знаю, каких-то катаклизмов, может, проблем, но в целом они живут дольше и развиваются быстрее. В Канаде политическая активность в таком привычном нам понимании, как явка избирательного выбора, она еще ниже, чем у нас, как правило. Потому что там люди себе могут позволить быть аполитичными. Потому что те решения, которые принимает на текущий момент правительство, парламент, оно затрагивает уже такие детали. А в основном система работает как-то. Она уже устоявшаяся и больше 100 лет. У нас в стране 20 лет, и мы просто не должны себе позволять быть аполитичными. У нас нет, мы не можем себе позволить это. Потому что сейчас строятся те основы, которые будут потом столетиями жить, если чуть-чуть ничего не будет, ничего не случится. Но такая вещь, как какая-то ответственность, чувство ответственности перед теми решениями, которые ты принимаешь как гражданин в Канаде, намного выше. То есть даже те люди, те 30-40%, которые приходят на выборы, они приходят и они не голосуют сердцем. Они думают, какую мысль и какие идеи они поддерживают, против каких идей они выступают и голосуют, исходя из таких рациональных побуждений. И просто они считают, да, вот то, что я сейчас делаю, вот это одно мое действие. Я там один из 150 миллионов, но вот мое действие сейчас имеет значение. А у нас большая часть людей считает, что, нет, мое уж действие точно не имеет значения. Это вот то фундаментальное. А то, что из этого выйдет, о том демократия, или коммунизм, или что угодно, это уже третий вопрос. Когда люди задумаются, наверное, и скажут, да, я, мое действие, и действие алкаша, соседа, дяди Вани с третьего подъезда, имеет одинаковое значение, тогда, может, будет какое-то движение. В какую сторону, я не знаю. Многие говорят, мол, демократия у нас неприменима. Я не знаю, мы не пробовали же. В Канаде, когда ты идешь по улице, там, за месяц до выборов, почти у каждого дома есть вот этот плакат. Но когда у нас идешь, там, я не знаю, и висит плакат, там, КНПК или Нур-Атан, то я задумаюсь, этот человек, вот он за эту партию выступает всей душой или по какой-то другой причине он повесил. В Канаде, когда идешь и там на лужайке вот эта табличка стоит с рекламой какой-то партии, то ты можешь постучаться в дверь и спросить, а вы правда за нее? Он скажет, да. А почему? Вот потому-то, потому-то, потому-то. Я поддерживаю потому-то. Агитация идет, естественно, от партии, но граждане, которые поддерживают эту агитацию, поддерживают ее, потому что они поддерживают эти идеи. И идей там очень много. Партий на самом деле много, и есть идеи от самых правых до самых левых. И каждая партия находит свою нишу. И да, там есть партии, которые тоже не проходят, набирают там какие-то 2%, но те 2% люди, они, да, на самом деле за ней голосовали, потому что они согласны с ними. Я тоже считаю, что лучшее образование, по большому счету, это мудрый пузырь. У нас это особенно заметно. На Западе сейчас все больше становится заметно. Сам факт наличия бумажки имеет зачастую непропорционально большую роль, чем факт наличия знаний. Я считаю, что в университете не должны учить тому, чем ты будешь заниматься в жизни. В университете должны учиться. И когда ты закончишь университет, тогда ты должен научиться тому, ну или в процессе обучения ты должен научиться сам тому, чем ты хочешь заниматься. Такие вещи, как журналистика, программирование, разработка. Можно обойтись совершенно без высшего образования формального. Ну, наверное, мы уже видим сейчас, как к этому все идет. Есть всякие курсы бесплатные, есть множество возможностей. Недавно один профессор уволился из Стэнфорда после вот этого эксперимента с онлайн-курсами, потому что понял, что зачем я буду здесь за какие-то там сотни тысяч долларов учить тех людей, которые имеют возможность заплатить, когда я могу учить несколько миллионов людей бесплатно. Проблема в Казахстане со специалистами, ну, мне кажется, во многом какое-то отсутствие амбиций профессиональных и наличие амбиций каких-то денежных. После третьего курса я работал летом 4 месяца в компании Ericsson. Да, та самая шведская компания Ericsson. Но это не Sony Ericsson, потому что они не занимались сотовыми телефонами, они занимались телекоммуникациями, внедрением различных сетей, ну, сотовая связь и некоторая там такая промышленная мобильная связь. Это была просто летняя работа как практика студента, и она не очень серьезная была, и мне очень не понравилось работать большой компанией. Такая большая неповоротливая машина, где огромное количество бюрократии, и все очень медленно и неэффективно. Я обучался по программе Computer Science, это информатика, это наука об эффективности. И меня очень убивало то, что в этой индустрии, где это основная наука, существует такая компания, и таких множество, которые настолько неэффективны. Такие компании существуют, они живут как-то подпитываясь иногда, как труп подпитывают, то есть он должен был погибнуть, но как-то он живет. Такая компания была в Канаде Нортелла, ее считали тоже таким монолитом, все канадцы. И она вот, по-моему, года четыре назад обанкротилась полностью. Я считаю, что это ждет большую часть таких больших компаний, если они не будут повышать эффективность. В общем, мне не очень понравилась работа в большой компании, поэтому в следующие лета я пошел в компанию очень маленькую, где всего 180 человек в четырех офисах. Тем не менее, очень активно развивающиеся, и это то место, где бы я хотел работать. Это очень эффективная, очень простая компания, где все люди, которые тебе нужны, находятся физически с тобой в одном месте, все вопросы решаются быстро, просто и без кучи бумаг, без подписи людей с разных континентов. Там приятно работать, потому что ты видишь, как твоя работа движется на твоих глазах. И начинать, наверное, нужно по чуть-чуть, по одному человеку. Нужно начать сам проект в одиночку, потом добавить одного человека, добавить еще одного, ну и где-то, наверное, до пяти-шести человек ты можешь как-то с ними работать напрямую и эффективно, опять же. Больше семи-восьми человек, наверное, уже сложно будет управляться. Но, опять же, я не знаю, ну, такое мое мнение, наверное, где-то до пяти человек, это может быть эффективно, наиболее эффективная команда, с наиболее эффективным распределением времени. Если бы у меня была своя компания, то, наверное, ну, мне приятно работать, когда я имею максимум свободы, когда у меня нет ни графика, нет минимум обязанностей, есть просто результат, к которому нужно стремиться, и ты что угодно делаешь, чтобы добиться. Я считаю, что да, если у меня будет компания, то это будет очень хорошее место для работы. Очень будет свободная обстановка, будет, ну, такое место, где есть потенциал для творчества. В Канаде намного сложнее, если у тебя есть какая-то идея. Очень сложно найти такую идею, которая уже не реализована, или уже никто-то не задумывался. В Казахстане ровно наоборот. Можно сесть за пиво и 15 бизнес-идей придумать, которые, ну, никто никогда еще не делал в Казахстане. Сделано в Казахстане – это сайт-аналог российского и украинского, сделано у нас. Это просто сайт о том, что производится в стране. Это может быть макароны или какие-то наночипы. Или там дороги построены. Тоже это сделано здесь. Вся информация берется просто из интернета, из новостей, из сайтов производителей, которых, кстати, не очень много. Не очень легко найти информацию, особенно вот ты думаешь, что в Казахстане делают в сфере сельского хозяйства. И видишь эти кучи результатов, и какие-то сомнительные источники, и какие-то мифы, и большая часть какие-то ссылаются на... Вот особенно меня убивают, когда в интернете ссылаются на какую-то компанию и не дают никакой ссылки на нее. Хотя интернет сделан для того, чтобы давать ссылки. И я подумал, что вот, наверное, если все это в одном месте собрать, ты заходишь на сайт и думаешь, а что в Казахстане делали по такой-то сфере? Тут ты заходишь, там можно посмотреть. Наверное, все не так хорошо, как показывают по Хабару, но и не так плохо, как пишут в всяких оппозиционных изданиях. В Казахстане есть производство, почти по всем отраслям что-то делают. Насколько это инновационно или адаптируют иные разработки, я не считаю, что это важно. Важно, чтобы что-то производили. В какой-то момент мы, когда уже будем все производить, тогда уже начнется волна чего-то нового, чего-то инновационного. Сейчас это слово уже так заездили, что, наверное, никто не понимает, что такое инновация. Я видел сегодня на улице вот этот экран, где показывают рекламу, и на нем написано, что он создан в Институте инновационного развития. Я не знаю, что инновационного в этом экране. Он может, я не знаю, вещает на Марс. Это вот показывает то, что, не знаю, какая-то каша в голове у людей, что такое инновации. Ну, видимо, считается за инновацией сейчас то, чего не было у нас до этого. Не в человечестве не было, а у нас. А у нас много чего не было, так что, ну, наверное, у нас много инновационного развития сейчас. Года два назад я, наконец, собрался силами все это собрать на один сайт. И сейчас почти все, что я когда-либо делал, есть вот на моем сайте фритоник.ром. И я туда теперь в первую очередь публикую все, что я публикую. Ну, не считая совсем уж таких дневниковых заметочек, которые идут в всякие бложики. Там можно найти все мои статьи, видео, переводы. Один, ну, я не знаю, можно ли это отдельным проектом назвать, но вот я увлекся в какой-то момент переводами, потому что, ну, большая часть, я не люблю большая часть официальных переводов. Почему-то, не знаю, переводчики и озвучиватели фильмов, там, сериалов добавляют что-то свое, ну, и не точно переводят. Другой проект, это попытка сделать, вернуть тот U-Vision, который был в самом начале, когда это просто, ну, это не был журнал, не было телевидение, как сейчас, а просто люди писали в интернете что-то между собой общались. Это было очень местечково, очень, так, провинциально, но очень мило. И мне очень нравилось то состояние U-Vision, и вот когда он уже превратился в такое медиа, чуть более профессиональное, чуть более форматное, что ли, я открыл этот вот Викистан Киезет, просто очень, очень простая блоговая платформа, та самая, вот, которая была у вас в начале. Монетизировать проекты, любые интернет-проекты, особенно изначально не рассчитаны на монетизацию, если они просто создавали сначала, а потом в какой-то момент приходит решение, давайте мы его монетизируем, это чертовски сложно, качественно это сделать. Есть люди, у которых получается, они делают проект, изначально рассчитанный на абсолютно отсутствие коммерции, а потом магическим образом он вдруг еще начинает приносить деньги, при этом продолжает развиваться. Это, наверное, нужно уметь, это талант какой-то, у меня его нет. Пока я был в Канаде, на самом деле, я особо не изменял свою внешность. Я один раз на спор покрасил волосы в блондинах, потому что мы им сказали, если мы там какой-то футбольный матч победим, то покрасимся. И только два человека выдержали свое слово, я и мой друг, ну и все. И однажды перед поездкой в Москву я решил, прям вот за буквально три часа до самолета, решил себе сделать риакез. Всегда мечтал, чтобы у меня вот эти волосы были. И пошел в ближайшую парикмахерскую, сделал. Такое допущение у всех этих копирайтов, не копирайтов, копирастов, как их называют, которые считают убытки о том, что вот этот человек у нас украл 17 миллиардов долларов, скачав там 50 фильмов или распространив там какие-то тысячи. Он, естественно, не украл у них эти деньги. Столько фильмов мы не скачали и не купили. Но это просто непропорционально наказанию. В Америке сейчас есть люди, которые сидят 50 лет за создание таких сайтов, рядом с ними сидят на 20 лет люди, которые убили там женщин. Ну то есть в какой-то момент это уже просто абсурд какой-то. И защита прав, защита интеллектуальной собственности – это важно, но нужно как-то подходить к этому адекватно, пока адекватности не вижу. Я считаю, что в 21 веке говорить «казнет» или «интернет-телевидение в Казахстане» или «что-то в какой-то стране» это неправильно. Особенно, когда дело касается интернета, то ограничиваться физической стороной – это просто какой-то нонсенс, я считаю. Да, есть там темы, которые интересны только в Казахстане, ну тот же, не знаю, гаджет-шоу, которое есть на UVTV, его может смотреть 200 миллионов человек, которые говорят по-русски. Но это шоу изначально рассчитано на Казахстан по какой-то причине. И ограничивание физическим, географическим местом также влияет на качество, я считаю, что если вы рассчитываете на рынок в 200 миллионов человек, то нужно будет постоянно улучшать и бороться. Это вот опять к вопросу о конкуренции. Я очень не люблю слово «казнет», потому что оно создано «казахстелеком», которое его сделало, которое физически сделало разделение условий интернета в Казахстане и интернета вне Казахстана. И это уже так въелось, что мы теперь считаем, что вот есть трафик внутренний, есть внешний, но это такая ерунда, это нонсенс же. Есть интернет, есть искусственное разделение его. Да, там есть причины, там есть наверняка весьма адекватные причины для этого, но это неправильно. Просто не должно быть так. И то же самое с интернет-телевидением в Казахстане. Да, есть какие-то вещи, ну, вроде вот этого, допустим, вот это будет интересно, наверное, тем, кто в Казахстане, потому что, ну, что за чувак. Но большая часть шоу, большая часть каких-то передач можно делать на всю аудиторию, которая будет понимать, которая говорит на этом языке. Просто ориентировать, вообще контент, когда создается, просто ориентировать его на то, что если вы говорите по-русски, то вот, пожалуйста, смотрите. Не если вы из Казахстана, то вам это будет интересно, а просто вам, может быть, эта тема будет интересна. В этом году я хочу попробовать новые для себя форматы, что-то, чем я не занимался. Я не особо занимался видео, почти не занимался интервью на русском языке, просто что-то, что не пробовал. У меня всегда приоритет, чем я. Я всегда знаю, примерно, чем я буду заниматься. Это то, чем я не занимался. И хотя есть мнение, и мне папа в детстве сказал, что умные люди умеют делать что-то одно хорошо, или там пару вещей, а дилетанты всего понемножку. Меня эта мысль все время преследует, потому что я умею делать всего понемножку, я считаю себя дилетантом, но мне кажется, это просто поиск. Пока у меня есть время, пока я молодой, я буду все пытаться и всего понемножку делать, а потом, может, я определюсь и выберу что-то, что мне больше всего нравится. Но как я узнаю, что мне больше всего нравится, если я не попробую все? Считаю себя эгоистом, конструктивным. Я делаю то, что мне нравится. Ради себя, в первую очередь. И это может случиться очень плохо, но в слове «эгоизм», как в любом другом слове, может, есть хорошее и плохое. Я считаю, что у меня конструктивный, такой более позитивный эгоизм, потому что те вещи, которые я хочу для себя, они включают в себя такие вещи, как понимающие студенты или развитое общество, или там справедливое государство. Я все это делаю, пытаюсь об этом говорить, потому что, ну, я хочу, чтобы так было.